Приветствую вас на канале электрика от бога в старом советском журнале я обнаружил схему которая позволяет запитывать радиоприемники самодельные или вот такие вот промышленные не используя ни аккумуляторы не батареи для этого там предлагается использовать спиленные транзисторы или спиленные диоды вот эта схема статья называется питает солнышко здесь приведена схема простейшего радиоприемника в котором вместо батарей и аккумуляторов или блока питания используются четыре спиленных транзистора мне захотелось узнать а насколько это правдивая информация и на что способны вообще спиленные полупроводники я взял и разобрал парочку полупроводниковых приборов с единственной целью убедиться на что способны по части генерации электричества такие полупроводниковые кристаллы вот мощный кристалл выпрямительного диода а вот тот самый кристаллик транзистора сплавного советского сейчас мы подключим все это дело к измерительному прибору и попробуем получить те самые значительные напряжения и значительные токи о которых описывается в статье для легитимности кухонного эксперимента я буду использовать и современный прибор и старинный прибор а диоды и спиленные транзисторы я выбрал такие которые были рекомендованы в журнале радио и радиопрактика я переключил старый измерительный прибор на максимальную чувствительность и стал ожидать эффектов но даже на самом ярком солнце и освещая лампы накаливания я не увидел чтобы стрелочка прибора хоть как-то пошла вверх аналогичный эксперимент я провел и со спиленным транзистором увы моя старая цешка не показала от этих источников электричество на свету ни единого микровольта зато китайский тестер как измерительный прибор показал мне буквально сразу 12 милливольт что вполне достаточно для того чтобы кажется светился светодиод но разве светодиоды могут светиться от 12 милливольт это же не мили амперы а что если измерить ток включив тестер на максимальную чувствительность увы я не обнаружил сколь-либо значимого эффекта уж выходит не все что пишется в журналах истина и правда пока ребятки